Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и да-да, не удивляйтесь, да-да, сегодня, как всегда, ваша любимая рубрика 5 способов. И сегодня я вам покажу 5 способов, как сбежать из тюрьмы в Майнкрафте. Из данной тюрьмы еще не удавалось никому сбежать, ведь в округе патрулирует охрана, везде расстановлены колючие проволоки, камеры, а также лазеры. И сегодня именно из этой тюрьмы мы попробуем с вами сбежать. Поэтому давайте не будем затягивать, сразу же ставьте свой лайк, а мы начинаем. Первый способ, побег под копом. Давай, пошел, говорю, пошел. Куда пошел? Это что вообще за беспредел? Меня что, в тюрьму привезли? Естественно, а куда еще мог тебя привезти? Давай-давай, не сопротивляйся, главное. Как это, во-первых, а во-вторых, за что? Как за что? Потому что могу, я же полицейский, правильно? Давай чеши быстрее. Э-э-э, куда мне чесать? У меня ничего не чешется, куда идти? Куда прошел? Налево давай поворачивай, быстрее, давай-давай-давай, аккуратней. Иду-иду-иду, иду-иду. А за что хотя бы? Можете хотя бы статью сказать, там, что я сделал-то? Какую еще статью? Ты что, прокурор, чтоб я тебе объяснялся? Вперед пошел, давай быстрее. Иду-иду-иду, что за беспредел вообще творится? Беспредел? Помолчи, дай подумать. Так, в какую бы камеру тебя засунуть? За твой язык длинный посажу тебя точно. В самую ужасную камеру, где даже полы земли. А ну пошел, давай быстрее. Какой полы земли? Я такой, меня не устраивает такое? А, устраивает. Что, курорт что ли? Все, рот закрыл. Э-э, а ну, а ну вернись, слышишь ты? Беспределчик! Фу, на него! Ребята, что делать? Не-не-не-не, такого быть не должно. Отсюда нужно явно сбегать, это беспредел какой-то. Хммм, ну вот он говорит, что посадил меня в самую плохую камеру, где даже полы земли. Но он не понимает, что это мне будет на руку, ребятки, ведь из такой камеры сбежать будет намного проще. Так, нужно посмотреть, тут две койки, явно тут кто-то до меня сидел. Может, что-то осталось, может, что-то в ящиках. И да, смотрите! Кости, ребятки, нитки, железный свиток. Ну, из одного ничего не сделаешь, но вот лопату можно сделать, осталось найти немножко дерева. И, кстати, оно тут есть, вообще шикарно! Бумажка, пёрышко, не, мне это всё не нужно, мне нужно только дерево, и я её, в принципе, уже взял. Давайте создаём верстак, шикарно, так, пока что никого нет. Давайте куда-нибудь вот сюда, так, незаметненько его поставим, и начнём создание нашей железной лопаты. Та-дам! Железная лопата прямо сейчас у меня в руках, и это значит, что я, ребятки, могу организовывать подкоп. Давайте, дун-дру-дун-дру-дун-дру-дун-дру-дун-дру-дун-дру-дун. Шикарно, ребятки, просто шикарно, тут всё из земли, мне даже кирка не понадобится. Так, ребята, я уже куда-то потихонечку, помаленечку наверх выкапываюсь, и смотрите, ребята, свобода! Свобода! Я за стеной! Господи, это был самый короткий побег в истории, мне кажется. И всё, теперь я могу идти по своим делам. Но согласитесь, в вашей камере из земли может не оказаться такого пола, верно? Поэтому давайте я вам продемонстрирую ещё четыре способа побега. Способ номер два, сбежать через туалет. Эй, полицейский, я вообще туалет хочу, сколько вас ждать можно? Какой ещё туалет? Делать мне больше нечего, меня твои желания не интересуют. Да как это не интересует? Ну ладно, я тогда прям тут схожу, почему нет. Э-э-э, ладно, ладно, всё, уговорил. Давай только аккуратно и без глупостей, выходим понад стеночкой, понад стеночкой. Дай камеру закрыть, всё, проходим. Куда идти? Вот сюда, проходи, пожалуйста. Так, быстрее, всё, заходи в первую кабинку. Ладно, зашёл, зашёл. Ну и всё, делай свои дела. А, ну вы как бы осмотреть будете? Да делать мне больше нечего, за дверью подожду. Так, у тебя ровно сорок секунд, жду тебя. Ладно, ладно, всё хорошо. В общем-то, с помощью этого способа мы сбежим с вами через туалет. Способ не особо приятный, но да ладно, смотрите, ломаем эту унитаз влагон. Очень просто ломается, а потом рукой ломаем вот этот камень. Его не так тяжело ломать рукой, потому что за ним, по сути, должна находиться сливная труба. И да, ребята. Я был абсолютно прав, там настоящая канализация. И теперь мы будем сбегать через неё. И погнали, прыгаем прямо сейчас вниз туда. И... Ё-моё, куда я упал, жесть? Треш-теш-теш, ребята, надо отсюда поскорее выбираться. Мы с вами прямо сейчас находимся в канализации. Так-так-так, теперь сюда. Ну, в принципе, тут выбора особого нет, только сюда нужно плыть. Так, ребята, я куда-то выплываю. И, о, шикарно! Я уже вижу свободу, уже вижу небо, но даже если я поднимусь по воде, я не достану до решёток. Да и смысл, я всё равно попаду на территорию тюрьмы, поэтому будем дальше плыть по трубе. Ничего, ребята, побег, дело такое. Давайте сюда заплываем, шикарно! Так, выплываем куда-то сюда, что тут у нас, какая-то пещера шахта или... Воу, стой, погодите, что это такое у нас и... Да ну нафиг! Ребята, я сбежал! Я сбежал, причём, смотрите, я нахожусь уже прям за стеной. И теперь-то, ребята, я могу смело идти по своим делам. Третий способ, напильник в хлебе. Да-да-да, чувак, всё, ты всё понял, прямо сейчас приезжаешь в тюрьму и передаёшь передачку. Не забудь про хлеб, всё, давай не могу говорить, кажется, кто-то идёт. В общем-то, ребята, я придумал гениальный план для побега. Прямо сейчас я только что купил у заключённого телефон. Позвонил своему другу на свободе и попросил передать мне небольшую передачку. Ну а чё, это же как бы не запрещено. Попросил его передать мне хлеб, там, знаете, для отвода глаз попить, но это всё не важно, вы потом увидите, что будет происходить. Так, с минуты на минуту он будет в тюрьме, ждём, когда полицейский придёт с передачкой. Там пора, эй, компот, передачка тебе. А, какая передачка, от кого? Да я не знаю, сказали друг какой-то, хлеб и вода. Так, ну, пожалуй, хлеб я брать не буду, а пить я не против. Э, это же моя вода. Ой, всё, всё, не начинай здесь, поплачь мне ещё, пойду. Кстати, вода очень вкусная, другу, а, привет, передавай. Ладно, ладно, обязательно передам. Так, ребята, это на воду просто пофиг. Потому что самое главное для меня был хлеб. Я всё это засеивал ради хлеба. Смотрите, так, ребятки, мне нужно разломать его. И, вау, ребята, всё, шикарно. Смотрите, что у меня прямо сейчас появилось. Самый настоящий напильник. Да-да-да, ребятки, в хлебе был спрятан напильник. И с помощью него я могу распилить решётку и сбежать. Так, давайте, промо это прямо сейчас сделайте. Шикарно! Отлично, ребятки, она пилится. Я её распилил, это просто чудесно. Теперь поставлю сюда и вот так вот аккуратненько запаркурю. Так, теперь закрою, чтобы за мной не было никакого следа. Теперь, ребята, пока что тут камер я не наблюдаю, поэтому могу просто так сбежать. Так, полицейская машина, там вроде никого внутри. Да, вроде никого, шикарно. Теперь, ребята, я аккуратно под лазером прогибаюсь, шикарно. Я его прошёл отлично и этим же напильником разламываю оставшуюся решётку, шикарно. За собой не забываем закрывать всё-таки, мы воспитанные, да? И, ребята, всё, сваливаю. Я просто сбежал из этой тюрьмы за пару секунд. Это было максимально просто, но у нас ещё есть пару способов кармашки. Четвёртый способ. Притвориться полицейским. Так, собираемся все на прогулочку. Ты чё, идёшь? А, да-да-да, иду. Откройте дверцу. Да, конечно, открой. Так, только без глупостей там, понял? Да-да-да, конечно-конечно. Всё-всё нормально, всё шикарно. Ну чё, ребят, пойдёмте на прогулку. Так, здорово, заключённый. Помнишь, мы с тобой разговаривали? Да, помню, ты чё интересовала форма копа? Да-да-да-да-да. А чё ты мне за это дашь? Слушай, у меня тут телефон остался. Вот давай я тебе дам телефон, а ты мне форму копа, держи. Тихо-тихо, ты чё так палевно передаёшь? А, извиняюсь, извиняюсь. А где форма полицейского? Значит так, заходишь в туалет, во второй кабинке есть. Всё, удачи тебе, спасибо за сотик. Всё-всё, давай, удачи. Так, ребятки, нужно зайти в туалет. Там, по сути, будет во второй кабинке. Здрасте, я в туалет. Так, отлично, ребят. Ты серьезно, ты? Быстрее только. Ладно-ладно, всё хорошо, хорошо, без проблем. Так, ребята, вторая кабинка, вот она. И опа, шикарно. Так, вроде никого нету, никто не смотрит. Отлично, я могу открывать этот сундук. Давайте, шикарно, ребятки, вот она. Форма полицейского, давайте прямо сейчас я переоделась. У неё шикарно, слушайте, но вроде нормально. Вроде я похож на полицейского. Так, теперь закрываем за собой дверь, отлично. И выходим на серьезный щах. Здорово, коллега. О, Михалыч, а ты куда пропал-то? А, да так, там по делам отходил. Не важно, там ещё наблюдал за заключённым одним. Компот его зовут, по-моему. Да, он такой, знаешь, скользкий тип. Слушай, я тут отойти хотел кофе попить. Мою дубинку возьми, последи за этими вот этими вот, а? Ну, да без проблем, за этими вот этими я всегда готов последить. Вот за тем присматривай, а то он что-то бегает, шебутной он какой-то. Ну всё, давай, удачи, отдыхай, я на страже. Всё, давай, Михалыч, как старый и добрый, давай, спасибо. Давай, да не за что, не за что. Вот, ребята, походу, у меня принял за какого-то там своего друга-сотрудника Михалыча. Ну, мне, в принципе, всё равно быть, хоть Михалычем, хоть не знаю, кем угодно. Главное то, что я могу просто спокойно сейчас выйти, даже под камеры, ребятки, и пойти, куда глаза глядят. Например, вот туда. А ещё более точнее, ребятки, пойти на свободу могу спокойно, потому что я якобы полицейский. Я даже могу подойти к двери и сделать вот так вот. Оп, шикарно, ребятки, всё, дверь открылась, я могу спокойно просто выйти и пойти так же по своим делам. Это, конечно, всё забавно, но у нас остался ещё один финальный способ побега из тюрьмы, и давайте его рассмотрим. Пятый способ, сбежать по эпичному. Ну что ж, ребята, вот и пришло время для эпичного побега. Дело в том, что пока я сидел в этой тюрьме, я успел обрасти небольшими связями. Я торговался как с полицейскими, так и с заключёнными. И это помогло мне нафармить кое-какие ресурсы для эпичного побега. А вот, ребята, непосредственно и эти предметы. Я уже созвонился с кем надо, с заключёнными договорился, и прямо сейчас меня будет ждать уже вертолёт. Так что самое время, ребятки, устраивает самый настоящий побег. Итак, ставлю сюда тинтишечку, поджигаю её, отходим, ребятки, и ждём, сейчас будет небольшой... Бабах, шикарно! Выходим отсюда! Это что ещё такое? Это что? Ё-моё, тревога, парни, тревога, побег! Всё, отлично, ребятки, смотрите, с него что-то выпало, но меня это абсолютно не интересует. Ведь моя задача сбежать отсюда. Так, закладываем сюда ещё одну тинтишку, да чё одну, можно даже все две. Так, ребята, раз, два, три, бабах, бабах, всё шикарно, мы с вами выбегаем. Так, ребята, мы уже практически на свободе, осталось всего ничего, и давайте стреляем, шикарно! Теперь я закидываю прямо сейчас крюк, так, погнали, хопа! Всё, шикарно, я сбежал отсюда. А, что? Ну что, компот, встречай вертолётик! О, шикарно, это же мой вертолёт! Теперь на нём-то и я смогу сбежать, ребятки, всё, садимся. Заводим прямо сейчас лопасти, и я готов улетать. Что ж, ребята, и я улетаю! Шикарно, ребят, теперь как можно быстрее мы с вами летим отсюда, ха-ха! Смотрите, я прямо сейчас пролетаю эту тюрьму, вон она! И, ребята, сюда я больше не вернусь. Так, сваливаем, 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 сваливаем. Всё, ребята, шикарно! Я смотался, и он меня точно больше не найдёт. Что ж, ребята, вот я вам показал пять способов, как сбежать из тюрьмы в Майнкрафте. И пока я где-то тут ныкаюсь в какой-то непонятной яме, я хочу с вами попрощаться. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Так, ребята, походу, за мной хвост. Что ж, всем удачи, ребят, всем спасибо, всем пока, я побежал в деревню.